так 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 и сейчас у нас 15 мая 2024 год только только одну сегодня на дежурстве записал женщина пишет о том что воруют и оружие деньги это демотивирует и я это видео попытался но не только ей всем кто так думает объяснить что если мы живем в доме украина и у нас кто-то там подъезд наш наш дом сражается с другим домом российская федерация вот они там убивают у нас там калечат носил наших соседей я пытаюсь оставить свой дом свою квартиру и кто-то у меня в подъезде там вороватый это никак не может повлиять на то что я хочу защитить защитить свою семью и свой дом да это же просто не вижу никакой просто связи между тем что там людка из семнадцатой квартиры ворует выпивает а не знаю что угодно делает и это как-то должно повлиять на мою рьяность и готовность защищать свою семью от напавшего на нас бандита и сейчас сразу же летит комментарий следующий если это государство то бишь украина существует только для обогащения или кто-то пишет женщина пошло ну нафиг такое государство пускай элиты и воюют объясняю для таких которые также думают она же не одна такая наверняка да если это не ботяра шок скорее всего так смотрите опять же на той же аллегории аналогию как государство это дома многоквартирные и мы вот живем в мире в городе где 200 многоэтажных домов это стран да в мире сейчас у нас около 200 и вот государство российская на этажный дом российской федерации напал на наш дом в лес и начинает нам а и вы то есть и пытается нас убивает захватывает квартира объявляет их своими то а вы женщина да говорите что нафиг оно мне надо я кстати только вчера видео отдельно записал про 10 по соседей в этом доме когда там канализацию прорвало на столице это дерьмо из российской федерации орда орков да а кто-то говорит а до меня не дойдет до меня далеко там еще весь верхний этаж есть кто-то говорит а зачем я не обучен на говно защищать а кто-то говорит а зачем у нас управ дом вороватый не буду я говно на площадке чистить надо это отдельное видео она по-моему универсальная для всех таких вариантов подойдет просто каждый своих из их выбирайте кто вы из этих десяти соседей до видео на youtube называется live deep state life . map и про ухилян того вот так его назвал ну там больше короче так вот я вам объясняю вот лезет ко мне то вы говорите что эти два дома они типа управ дома между собой пускай ругаются да вот выбрал у нас там этот сейчас зеленский был во порошенко там не важно ну то есть управ дом и вы говорите что вам дом пришли бандиты с соседнего дома и ломают квартиры убивают там каких-то жильцов этих квартир для того чтобы завладеть вот этим дом и чтоб теперь вот этот был управ дом с того да и вы думаете что вам все равно ну я вам скажу что не все равно потому что у нас какой бы там этот ни был управ дом он не сидит здесь 25 лет да я знаю что когда придет с того дома управ дом тут будет в разы всех у меня это государство это дом многоэтажный он существует не для того чтобы обогатить там зеленского парашек они обогащаются ну допустим это хрен с ними мне досрать честно говоря что они там делают понимаете меня не волнует управ дом этот живет в моем подъезде подворовывать у меня почту из почтового ящика там что-то налоги с меня больше снимает на общак чем блин надо бы да не полностью это тратит вы об этом не хотите сказать и поэтому я не должен защищать свой дом этот дом существует не для того чтобы выогащать управ дом а для того чтобы в этом доме была моя квартира где я живу со своей семьей со своими свободами правами в этом маленьком маленьком-маленьком куточке понимаете уголочки и чтоб меня там никто не трогал и не рассказывал, как жить и что мне делать. Вот эту площадь я хочу свою защитить. Вот это твой маленький мирок. Понимаете? И вы мне хотите сказать, что придет тот и будет точно так же. Нет, не будет точно так же. Мы это видели. А я там по своему старопердунскому возрасту, я даже и жил еще, блин, в том многоэтажном доме. Понимаете? Который называется Россия. Я знаю, как там живется. Без царя в голове, значит, ты дурак. Да? Есть такая поговорка у России? У русских. Так вот он сюда придет и он не будет воровать у вас почту из ящика. Сто процентов. У вас не будет никакой почты. То есть заколоченное это все будет. Понимаете? У вас не будет никакого там права что-то. Вы что не знаете, как там и какая разница между жизнью там и здесь? Вы не сможете в соседние дома многоквартирные пойти, потому что от вас разить дерьмом. Дерьмом натуральным. Вас считают кровавым убийцем. Против вас вводят санкции за то, что вы управдом того дома воровал детей из других многоэтажек. Понимаете? И вы говорите, что пускай они сами воюют. А я уж проживу. Нет. Когда они придут и вас заберут, что произошло с теми? Вот они уже первый этаж у нас захватили в нашей многоэтажке. Что они сделали с теми людьми? Которые там Крым. Которые Донбасс. Поставили их в строй и пустили первыми рядами. Сейчас вот это в Луганске там записывают эти. Матеря. Жены. А где наши мальчики? А без вести пропавшие? Трубоками уже все лежат. Потому что это орда. Она там с Ивана Третьего так себя ведет. Приходит, захватывает Казань. Вырезает всех, да? Сирота Казанская. Откуда пошло выражение? Не в курсе вы? Нет? Россияне. Что такое, когда ставили? Оставили в живых только тех, кто выше обода колеса не был. Детвору. А как в Новгороде россияне, ну, Московское царство там приходят, вырезают и пускают кто живых остался там вперед, блин, мясо. Они и сейчас мясо на мясо. Вы что, не видите, как они здесь? Как они сейчас на Харьков наступают? Ну, наступают. С Харьковым все будет в порядке. Не парьтесь. Понятно, разница какая, блин? Конечно, есть разница. Я не в восторге, блин, ни от Порошенок, ни от Зельянских, блин. Ну, нафиг вы сравнивайте все-таки. То ли этот сидит, блин, нафиг, шоумен, который, не буду ничего говорить, он сейчас у меня верховный главнокомандующий. То ли этот, блин, тип, который для того, чтобы сесть на этот трон 25 лет назад взорвал дома, блин, нафиг, со своими, да? Как вот это сейчас, не помните, да? Патрушев, которого вот давеча сняли, как он в 99-м году, когда поймали с поличным, что гексоген в подъезды закладывали. Ну, чтобы был казус Белли на Чечню напасть, чтобы у нас тут был такой мощный лидер от горшка два вершка, который бы сказал, будем мочить всех в сортире, блин. Через 6-метровый тост, который он с собой тягает, блин, спасаясь от вирусов. Не помните, да? А Патрушев сказал, а это был, мне говорят, не гексоген, это был сахар, рязанский сахар, мэм, не слышали? Вы хотите, чтобы это было? Нет, ну, вы бы там, вам, может, и все равно. Ну, я как говорю, как тот десятый сосед во вчерашней моей истории, байке, который говорит, а мы до 91-го года жили в этом говне, ничего, нормально, блин, все всех устраивало. А я говорю, что она не понимает даже эффекта выжившего. Что у нас, может, до 91-го года и просуществовало, у него из этого говна нозри торчали, кислород какой-то поступал. И там еще несколько таких же выжило с торчающими из говна, ноздряда. Ну, просто для того, чтобы она выжила, перед этим погибли там у нас в Харькове в Доме Слово, там на 60 квартир, блин, нафиг, расстреляли 33 человека, 12 сослали в лагеря, двое с тобой покончили, да? Крушельницкие-то, я тут отдельное видео целуюсь, голодоморы там всякие, понимаете? Все это было для того, чтобы ты в говне в этом просто выжила и радовалась тому, что у меня есть просто люди, которые говорят, как было хорошо в Советском Союзе, корочка хлеба. Я ему говорю, сотрудник мой, я говорю, что ты, блин, нафиг за Союзом скучаешь? Ты не заходи в супермаркет, ты, блин, возьми, блин, встань. За Россию он скучает. Встань перед супермаркетом. Три часа на морозе постой, как будто ты в советской очереди. Все стояли в советской очереди? Я стоял часами. Отец в одной, мать в другой, я в третьей, сестра в четвертой. Да. Да, помните такое? Или не было такого? А трудовые лагеря они посылали вас собирать там всякую хренатень колхозникам, блин, нафиг, за то, что, ну, за жертву будем говорить откровенно. А на Первомай вас не гоняли? А под этот сам, под радиацию киевскую вас не выгоняли на Первомайскую демонстрацию? Не было такого в 86-м году? Все равно одинаково, говорят, ничего не помню. А, блин, ап... Короче, блин, это, блин, вот так будет, это понятно? Нормально, все в порядке. На Суму они пойдут. Там сумчане, где со мной вчера офицер с 14-го года, который был связан, он как раз сумчанин. Там же, когда, я так понял, залужный до Киева в 22-м пропускал эти колонны, чтобы растянуть эти самые, ну, пути снабжения, и потом уже по ним начать бить. То есть армия по факту, ну, и насколько я понимаю, армия по факту ушла, оставив Сумскую область на растерзание, блин, нафиг, этим, ну, вурдалакам российским. Так-то местные начали их хринячить, понимаете? Ну, давайте, давайте. Вы в Харьков рыпнули, сейчас на Суму пойдете. Ну, посмотрим, давайте. Удачи, блин, нафиг, орки. Все будет Украина. Не переймайтесь, скоро придут М-16, мы их раскромсаем вообще. Это у нас еще нету ни М-16, ни пакет этот 61 миллиардный не пришел. 61 миллиардный. Ждем.